Беларуси на фоне внешних событий необходимо сохранить мир и спокойствие. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Комитета госбезопасности Валерием Вакульчиком. Ситуация в мире, особенно в последние дни, напряженная. Информационные ленты пестрят сообщениями о терактах и столкновениях. С учетом такой обстановки речь шла о вопросах безопасности. Я не стану скрывать, и меня не может не беспокоить та ситуация, которая складывается вокруг Беларуси. Слава Богу, что нам удается пока сдерживать всякие негативные проявления, начиная от волеизъявления в кавычках и заканчивая разного рода желающими побузить у нас в стране. Мы это видим, если где-то какие-то появляются моменты и мгновения. Но то, что происходит вокруг и в Украине, и последнее решение Североатлантического альянса, и вот мы в Турции это увидели, в Ереване сегодня, в Армении проблемы, совсем недавно в Казахстане. Ну и то, чего мы не видим, не все показывают у наших соседей и так далее, обстановка очень тяжелая, очень тяжелая. И нам, чего бы нам не стоило, следует сохранить спокойствие и мир в нашей стране. Несмотря на те вызовы и угрозы, которые мы видим за пределами страны, обстановка в целом по стране остается стабильной. Это, прежде всего, благодаря деятельности органов власти, правоохранительных органов, ну и, безусловно, самосознание народа, нашего населения. На встрече также обсуждали вопросы уголовных дел особой важности, которые находятся на контроле и расследовании в КГБ. На встрече же президента с председателем правления Банка развития поднималась тема финансовая. Сергей Румас доложил Александру Лукашенко о планах структуры на 2016-2020 годы. Стратегию Банка развития на ближайшие пять лет президент поддержал. В частности, речь шла о новых функциях, которые будут у Банка развития. Они связаны с возрастающей ролью структуры в экономике Беларуси. Новые подходы и предложения будут внесены в проект стратегии, который уже в четверг рассмотрят на заседании Наблюдательного совета Банка развития. Президент поинтересовался и общественными проектами, которые курирует финансовая структура. Я хотел бы от вас услышать не только вопросы дежурного характера, а ситуации в банке, как с активами, которые вы принимали, как с новыми направлениями деятельности Банка. Ну и что касается вашей общественной работы в том числе, и я вас просил хотя бы одним глазом наблюдать за ходом строительства национального стадиона, как там развивается ситуация по футболу, и нашего стадиона «Динамо», с вашей точки зрения, что у нас там происходит. В том числе и строительство вашего объекта, о котором мы когда-то договаривали, с платями, как идет строительство. Ну, я так понимаю, уже к концу подходит. Дарья Александрович, в июле месяц создаем. И проблемы. Я так чувствую, что у вас возможны какие-то проблемы, не в банке, а в отношениях с правительством, национальным банком и так далее. Если они есть, ну, не проблемы, какие-то вопросы, выходящие на мой уровень, я готов их рассмотреть. Если нужно принимать решение, значит, сегодня примем. Вот три комплекса таких вопросов. Время идет. Банку развития уже пять лет исполнилось. Мы выполнили свою первую стратегию на 2013-2015 год, и я хотел вам доложить о основных результатах. Одновременно мы заканчиваем работу над новой стратегией, и есть ряд моментов, которые касаются расширения мандата, расширения деятельности Банка развития. Я хотел бы тоже с вами согласовать. Президент сегодня также поручил Банку развития активнее поддерживать малый и средний бизнес. Эта функция финансовой структуры будет отражена в стратегии развития на 2016-2020 годы. Подробности встречи в наших следующих выпусках.